Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Одним из самых значимых событий первого дня выставки стал анонс дополнения к Диабло 3 с подзаголовком Reaper of Souls Диабло повержен, душа его вместе с душами других архидемонов заключена в тот самый камень Казалось бы, чего еще стоит опасаться? Габриэль и Орден Харадримов решают спрятать этот могущественный артефакт подальше от глаз людей и ангелов чтобы, значит, не искушать Но в самый ответственный момент на горизонте появляется новый противник Мальфаэль, падший ангел мудрости а ныне повелитель ангелов смерти Он поклялся истребить всех демонов этого мира но проблема в том, что род людской Мальфаэль также считает порождением гиенны огненной И при помощи камня душ ангел смерти намерен уничтожить человечество, кто-то и всего А справиться с ним, конечно же, может лишь нефилим Новый гад в новом акте должен быть отколошмачен новым героем Им станет крестоносец, аналог паладина из Диабло 2 Класс, ориентированный на бой на ближней и средней дистанции Сами разработчики характеризуют его как средневековый аналог бронетехники Тяжелая броня и мощный щит защищают крестоносца от урона Мечи, булавы и моргенштерны разят противников вблизи А когда требуется подключить артиллерию или подлатать пробоины Герой пускает в ход разнообразную магию Появятся обновки и в Бестиарии Близзард показала четырех новых монстров Это маг-призыватель смерти, крепыши умертвия Серафим и Палач А также мини-босс, правильнее будет сказать мини-босиха, Дева Смерть Ну и нельзя не упомянуть про нового ремесленника, Мистик Эта дамочка позволит приключенцам-модникам изменить внешний вид любого предмета А желающим подкорректировать какую-то шмотку Поменять одно из ее свойств на другое, выбранное случайным образом Напоследок оставили три самых главных нововведения в игровой механике Первое — система генерации выпадающих шмоток, Лут 2.0 Теперь поверженные враги теряют меньше предметов Зато эти вещички будут лучшего качества А их параметры каким-то хитрым образом смогут подстраиваться под нашего героя Если персонажу оригинальной Диабло 3 за прохождение некоторого участка игры Выпала лишь одна легендарная вещь Аналогичный герой Reaper of Souls умудрился собрать аж шесть легендарных предметов Вторая новинка — бесконечные уровни парагона Да, потолок прокачки теперь снят Развивайтесь хоть до 20-го левела, хоть до 200-го Парагон перестал быть лишь показателем престижа героя Теперь он приносит реальную пользу Очки, при помощи которых можно улучшить любые базовые параметры своего персонажа Последнее новшество Новые опции, уж простите за термин, эндшпиля Если вам надоело устраивать забеги на финального босса В поисках эпичного лута и капельки экспы Устройте феерическую резню в режиме Лутран Здесь вам будет сгенерировано уникальное подземелье С толпами неистовых демонов, кучей боссов И поистине королевской наградой Красота! Кстати, на следующий день нам удалось взять у Blizzard интервью Но это уже совсем другая история Никто не может остановить смерть С самого утра мы зашли в гости к Daydalic И поговорили о Blackguards, новом проекте студии В отличие от предыдущих игр компании Blackguards является не квестом, а ролевой игрой Впрочем, богатый адвенчурный опыт Daydalic Наложил на Blackguards определенный отпечаток Головоломок в игре едва ли не больше, чем пошаговых боев В основу проекта легла популярная в Германии ролевая система Dark Eye или Schwarzenauge Знакомая геймерам по RPG Drakensang Удалось пощупать и новый проект Fireaxis Первое крупное дополнение к XCOM с подзаголовком Enemy Within Сами разработчики сравнивают свое детище С недавно вышедшим аддоном Brave New World к пятой цивилизации Вроде игра по-прежнему та же, но изменений в ней столько, что впору переучивать правила Представленную демо-версию мы смогли пройти без сохранений и с первого раза Но с такими потерями, что даже говорить об этом как-то неудобно Помимо новых типов миссий, новых карт и свеженькой сюжетной линии Что кажется само собой разумеющимся Появились и невиданные доселе типы юнитов Так в игру введен новый ресурс При помощи которого солдатам можно добавлять всякие полезные умения Улучшая им разные части тела посредством управляемой мутации Чтобы оценить масштаб потенциальных возможностей для кастомизации солдат Представьте себе снайпера с генетически модифицированной зоркостью И ногами, позволяющими в один прыжок очутиться на крыше трехэтажного дома А если такой герой окажется еще и псиоником В качестве противовеса экспериментам с генами Разработчики предлагают заняться механизацией бойцов Любого пехотинца можно превратить в киберсолдата Новый игровой класс При этом он получает абсолютно новое дерево скиллов Здоровенный фелсбар И возможность переносить оружие такого калибра Что иной танк бы позавидовал Плазмоганы, огнеметы, многоствольные и скорострельные лазерные пушки И даже пневматические кулаки-кувалды Позволяют кибербойцам разрушать стены Накрывать огнем здоровенные куски поля боя И даже вышибать из врагов дух всего одним ударом Взамен неуклюжие рыбокопы теряют возможность использовать укрытие И уступают обычным бойцам в разнообразии тактики В общем, дополнение обещает быть знатным Да сколько же можно! Думали мы, когда шли на показ Dead Island Epidemic Очередная игра про зомби Что тут смотреть? Не тут-то было Вместо приключений новой четверки переживших зомби-апокалипсис героев В незнакомых декорациях перед нами предстала многопользовательская моба-игра Вид сверху, три команды, борьба за контрольные точки и прущий со всех сторон зомби От Dead Island тут остались лишь название, сеттинг да система создания оружия Разработкой проекта занимаются парни из Stunlock Studios, создавшие Bloodline Champions Сами они описывают игровую механику с зубодробительной аббревиатурой PVPVPVE Три команды борются за победу не только друг с другом, но и с бесконечно возрождающимися монстрами Несмотря на то, что мы поиграли во вполне себе работоспособный и безглючный билд Разработчики утверждают, что на текущий момент проект далек от релиза Представленные на презентации шесть классов В будущем можно будет кастомизировать Баланс еще не просчитан, а крафтинг оружия и вовсе пока не работает Не говоря уже про разнообразные карты и режимы игры Но все же игра оставила после себя приятное послевкусие Так что вполне возможно, что позже мы обратим на нее более пристальное внимание Сразу после эпидемии к нам удалось зайти на демонстрацию Wasteland 2 Пожать руку самому Брайану Фаргу и посмотреть на работоспособную пре-альфа-версию игры Проект выглядит здорово и по-хорошему олдскульно Так, например, несмотря на неплохую трехмерную графику Все происходящие на экране события будут описываться и в текстовом виде Как в старые добрые времена Разработчики рассказали про свободу выбора и нелинейность В мире Wasteland 2 мы сможем действовать так, как сами посчитаем нужным Устроить геноцид или пройти квест мирным путем Идти строго по основной сюжетной ветке Или исследовать каждый закоулок мира игры В поисках экспы, наживы и просто интересной информации Решать только вам Вот, например, видите вы разорванный труп и воронку от взрыва Вероятнее всего поблизости минное поле Персонаж с прокачанным восприятием сможет попытаться аккуратно пройти по нему Стараясь не зацепить взрывчатку Инженер наверняка попробует обезвредить устройства Чтобы потом использовать их в бою Опытный рейнджер и вовсе сымитирует блеяние козла Чтобы бродящие в округе парнокопытные пошли к нему И расчистили тем самым дорогу В крайнем случае можно просто пройти мимо этой западни Вариантов уйма Судя по всему, Брайан Фарго создает нечто вроде реинкарнации второго Фоллаута Так что пожелаем ему в этом удачи Подобных игр нам лично очень не хватает Еще один проект, который нам удалось не только увидеть, но и пощупать на Gamescom 2013 Приключенческая игра Рейн, что выйдет на PlayStation 3 уже 1 октября Не стоит путать Рейн с Райм, о которой мы упоминали во время рассказа о презентации Sony Несмотря на поразительную схожесть этих проектов Обе игры до щемящей тоски в сердце напомнили нам культовую Айко Тот же жанр, такая же атмосфера загадочности и печали, такие же входные данные у сюжета Мальчик, девочка, необычное место и потусторонние существа, от которых герой старается защитить героиню Разработчики и не скрывают, что игра Фемита у Эды оказала на них некоторое влияние Но не забывают подчеркнуть, что у их проекта много собственных идей Рейн рассказывает историю о мальчике, которому случайно удалось увидеть во время дождя силуэт невидимой девочки Которую преследовал такой же невидимый в обычных обстоятельствах монстр Последовав за прозрачными фигурами, что оказались видны только благодаря плотной завесе дождя Мальчик тоже становится невидимым и вскоре обнаруживает целый мир невидимых существ Во время первого дня состоялся анонс проекта под кодовым названием German All Stars Шесть немецких студий-мастеров адвенчурного жанра King Art, Deck 13, Black Forest Games, Cliffhanger Productions, Virgin Lands и Daedalic Entertainment Объявили во время специальной пресс-конференции, что будут совместно работать над одной очень необычной игрой Red, Black, Fate RBF станет этаким аналогом фильмов Грайндхаус и Четыре комнаты от мира компьютерных игр Каждый эпизод будет создавать отдельная студия в своей индивидуальной, легко узнаваемой манере Но так, чтобы в конце получилось цельное, единое произведение Пока что разработчики не спешат раскрывать всех подробностей об игре Известно, что хоть проект и выставят на Kickstarter Но по большей части он будет профинансирован самими студиями Red, Black, Fate находится на очень ранней стадии разработки Так что релиз следует ждать не раньше 2014 года Ну а бизнес-модель, скорее всего, позаимствует у популярных в народе хамбл-бандлев В том смысле, что покупатель сможет распределить уплаченные за игру деньги Между различными благотворительными организациями На вечер была намечена пивная вечеринка с Paradox Interactive На которую мы, однако, пойти не смогли Сил на обильные возлияния после такого напряженного и насыщенного дня попросту не осталось Так что мы поехали обратно в отель, чтобы вы сегодня могли увидеть этот материал Следите за обновлениями Дальше больше Субтитры создавал DimaTorzok